Проникнуть в автомобиль, попавший в ДТП, оказать первую помощь пострадавшим и извлечь их из транспортного средства. При этом все нужно сделать максимально быстро и не допустить ошибок. Пожарно-спасательные подразделения, расположенные на территории Ненецкого округа, сегодня соревновались между собой в ликвидации последствий ДТП. В проведении аварийно-спасательных работ были задействованы семь команд. Три из них от окружной поисково-спасательной службы и по две от пожарной части Ненецкого арктического комплексного аварийно-спасательного центра. За проведением операции наблюдала моя коллега Ирина Нежалова. Перед началом соревнований – инструктаж. Дальше самое интересное. По легенде, в результате ДТП у одного из пострадавших травма ноги, у другого – руки. На помощь пострадавшим незамедлительно приходят спасатели. Один из участников конкурса оценивает аварийную ситуацию, ведь именно от нее и зависит дальнейший план действий спасателей. Для предотвращения движения автомобиля под колеса устанавливают специальные башмаки и пирамиду. Она защитит от раскачивания транспортного средства. После открывают капот и производят обесточивание внутренней бортовой электросети транспортного средства. Далее разбивают заднее стекло москвича. Один из спасателей проникает внутрь. Он накрывает покрывалом пострадавших, чтобы их не ранили осколки от лобового и боковых стекол. Затем спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента производят разблокировку заклиненных дверей автомобиля и демонтаж крыши. После того, как крыша автомобиля демонтирована, спасатели приступают к оказанию первой помощи пострадавшим – наложению шейного воротника и шины на руку. Затем статистов, именно так называют условно пострадавших, по очереди укладывают на носилки и извлекают из транспортного средства. За каждым действием спасателей наблюдает судейская коллегия, которая фиксирует любые нарушения, допущенные в ходе аварийно-спасательных работ. Пришли посмотреть на соревнования и студенты аграрно-экономического техникума, будущие спасатели и пожарные. Признаются, и сами не прочь поучаствовать в таких соревнованиях, но пока учатся на примере профессионалов. К слову сказать, участники и сами учатся друг у друга, ведь некоторые из них пришли в эту профессию не так давно. Среди новичков спасатель окружной поисково-спасательной службы Мирон Нижалов. В подобных соревнованиях он участвует впервые. Не хватило, как вам сказать, практики, мне лично практики, а так моя команда, конечно, хорошо, я еще новичок, поэтому где-то что-то я неправильно делаю, не успеваю. В прошлом году первое место в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП заняла команда Виктора Овчинникова из поисково-спасательной службы Ненецкого округа. Справившись с заданием за 8 минут, команда получила в награду кубок. В этот раз Виктор выполняет роль одного из судей. Признается, доводилось спасать людей, попавших в ДТП в реальной жизни. Было, наверное, пару раз, когда доставали женщину, это было в Новый год, года три, наверное, было назад, на ресурсоводе вырезали, доставали. Там совсем все по-другому делается, все конкретно аккуратно, там живые люди, тем более здесь имитация, что они ранены, а там на самом деле происходит все по-другому. Действительно, каждая ДТП индивидуальна, но во время соревнований все команды находятся в равных условиях. Они должны продемонстрировать определенные умения, ведь отслажены работы команды, от их оперативности и правильности действий. В реальности будет зависеть чья-то жизнь. После соревнований состоится работа над ошибками. Судейская коллегия выявляет ошибки на месте в период соревнований. Ну и после соревнований наши три команды будем собираться у меня в кабинете и уже прорабатывать, смотреть видео, выявлять ошибки и делать работу над ошибками. В этих соревнованиях по ликвидации последствий ДТП участвовало семь команд. Лучшее время – 9 минут 41 секунду – показали спасатели поисково-спасательной службы. У них первое и третье места. На втором месте – спасатели Ненецкого арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Победители региональных соревнований представят наш округ уже на уровне северо-западом. Выезжала туда команда первой пожарно-спасательной части. Они заняли среди 12 команд северо-западного федерального округа. Самое наше лучшее достижение было 5-е место. В принципе, это неплохо. Почему? Потому что я тоже много раз участвовал в этих соревнованиях. И уровень у нас на северо-западном федеральном округе довольно высокий. Даже по сравнению с общероссийским. У нас команда северо-западного поисково-спасательного отряда постоянно в призерах на всероссийских соревнованиях. Или первое, или второе места постоянно занимает. Поэтому с ними конкурировать нам сложновато. Впереди у наших спасателей новые тренировки для того, чтобы войти в тройку сильнейших команд СЗФО. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал Север.